Девушки отдыхают Прекрасная машина Урали Лэп Очень удобно, все видно В такую погоду не хватает только стола, стульчика, зонтика и прохладительного напитка Собственно, мы сейчас стоим на месте русской механики Команда из двух человек, двух важных, отважных ребят Давай начнем с тебя, представься, пожалуйста Михаил Орлов Слушай, а почему Канам Икс Рейс? Вот это же такая достаточно тяжелая гонка, несколько дней Достаточно интересно, потому что ей понравилось на первом этапе Второй этап, вроде хорошая погода, ралли-рейт настоящий Какие мысли, какие? Планы, конечно, на победу Времени для подготовки было предостаточно В прошлый раз, на первом этапе, я помню, были какие-то сложности с преодолением водных препятствий То есть техника немножко глохла Вы с этим как-то справились в этот раз? Да, в этот раз вы видите водушники Ни в зажигании, ни в чем проблемы не было Просто вода попала в воздушный фильтр и вариатор Республика Мориэл вообще славится огромным количеством рек и озер Воды здесь будет предостаточно, хоть и погода хорошая Посмотрим, как ребята из русской механики справятся с этими препятствиями Важный момент в процессе прохождения Всяческих проверок Выяснить, соответствует ли техника с заявленным требованием Смотрим Максим Антимиров и Дмитрий Шилов сейчас проходят технические инспекции Максим, расскажи, пожалуйста, у тебя колеса, я смотрю, немножко уже подстеркнута резина Нет, это специально же сликовые, у нас же ралли-рейт, у нас же не трофе Зачем нам вот такие грунтозацепы? Поэтому мы их специально пилим, чтобы лучший зацеп, чтобы ты не отрывал грунтозацепы Чем отличается веселый мотоциклист от грустного? У веселого мотоциклиста на зубах прилипшие комары Они разбиваются, когда ты едешь и улыбаешься постоянно Главное не ломаться, я думаю, что если все хорошо и ты доезжаешь И со старта до финиша, то ки комары Что, вы добрались? Вячеслав, приветствую Вячеслав Витсюк тоже сейчас проходит, правильно я сказал, Фангар? Да, да Проходит техническую инспекцию А в отличие от Михаила, он едет не на Ямахе, а на БРП Вроде второй этап все-таки будет ралли-рейт, правда? Ну, неизвестно Будем пробовать, вот побольше резину поставили В Белоречке сначала ездили на маленькой, не фонтан было Когда поставили побольше, результат лучше Поэтому сейчас будем пробовать Если будет не фонтан, то поставим поменьше Я так смотрю, 16 участников в классе АТВ И все так прям очень хотят вырвать победу Ну, тут опасно, опасно сейчас Мне больше страшно за лидеров Потому что они едут уже на грани А тут таких мест, где к грани эту можно легко перейти Да, здесь много деревьев, достаточно узкие тропки Причем с перепадами высот, поворотами Это действительно опасно Особенно на квадроцикле Машинка-то еще ладно, там внутри сидишь Ну, лучше ехать аккуратно Потому что можно ехать быстро и в лидерах Но потом все потерять Муравьев и Бертников сейчас здесь стоят на технической инспекции Единственный, наверное, в мире штурман, который содержит тачку Которому не платят деньги за штурманство И он еще и тачку содержит Вот так Жену кормит Слушай, это интересно Вот так должны жить активной жизнью настоящие квадроциклисты Друзья, естественно, на Канам Икс Рейс, как и на любом серьезном соревновании Нужно правильно экипироваться И разные участники выбирают разную экипировку Вот мы сейчас увидели Александр одел новый шлем Александр, расскажите, что за шлем у вас такой интересный? Ну, просто безопасность для нашей команды Это очень важный пункт И директор команды, ну, руководитель команды Распорядился Ну, самые ценные сохранить, это мозги Мозги, это штурман Ну, естественно, вот Вы видите, плюс Компания «Газпром» Ну, тоже внесла свой леп И наклейку добавила Сказала, что наклейка, это еще плюс 0,3 Естественно Для защиты мозгов, естественно Мозги надо защищать А экипировка должна быть правильной и надежной Согласен, согласен Белый цвет, опять же, выбран очень хорошо Чтобы не нагревалась голова Ну, сами понимаете, черный цвет Греется очень сильно белый Ну, естественно, не греется Ну, и птицы сверху не какают Потому что, признаю за своего Уже все там есть, друзья Да, в общем, так и есть Но это стратегия, сами понимаете У нас есть стратегия, мы придерживаемся этой стратегии Сейчас такая движуха, на самом деле Все кто-то что-то крутит колеса, меняют рим Мне что-то готовят А вот Игорь Хмельницкий просто сидит и играет в компьютер Я вот приехал в прошлый раз С этого, где мы там были, это, в трофе Да Нам трофе, да И все, пошел на огород То есть даже некогда тренироваться, как бы Потому что куры, козы, блин, трава, блин Трава? Это же важная Да, ну я ее кошу чуть не терю Каждую неделю там по колену вырастаю Только успеваю косить Кормить же всех надо Там детей пятеро Ну, все амам просят Это супер город Я даже не ожидал, что в России есть такие прекрасные города Здесь шикарная погода, шикарная Дорожки здесь очень хорошие, веселые Судя по словам Алексея Кирпинских, будет весело Судя по словам Алексея Кирпинских, будет весело ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, первый день немножко не задался Мы на первом спецучастке умудрились не то, чтобы даже заблудиться, а застрять. И, соответственно, потом пришлось серьезно нагонять. Ехали прямо на все деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас был регруппинг. Сейчас участники, согласно регруппингу, будут стартовать на СУ-2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соревнования Канамы X-Ray, второй этап уже начались. И вот мы видим первые участники на КамАЗах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Узкая извилистая трасса в Мариэльских лесах практически не дает возможности на обгон. Тем не менее, борьба идет очень напряженно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот та самая борьба сейчас началась здесь на трассе. Ух, прям ветром сдувает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вынимает троллейбус из лесу. Длина этой машинки не позволила мне преодолеть острый кусок препятствия. И еще есть нюанс. Цыпляка не за что особая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну все хорошо, мы же на гонке, на гонке, да? И тоже какие-то препятствия преодолеваем, чтобы больше ощущать эту атмосферу гоночную. Канам Икс Рейс, второй этап. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, продолжаются соревнования Канам Икс Рейс. Это второй этап. Мы сейчас в Ёж-Короле, точнее, рядышком с ней в лесу. И, собственно, идем по стопам наших спортсменов. Вот как это бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, говорит, поеду ходом, ну, на то он и тубль два, чтобы, так сказать, наступить на те же грабли. Ищем лебедку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, топная площадка. Квадратский квадрат вверх-вниз. Хорошо. Газ-пром. Это вот выключали. Да, все хорошо. И просто. А мне красот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не только лесами и узкими тропинками. Богато. Эта территория, здесь есть и поля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы проводим эксперимент. Если журналисты будут стоять на развилке других дорог, будут ли участники сворачивать не туда, куда надо? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чуть было не было. Завидовал рейсинг тем, практически свернули не туда. Но нет, все правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прекрасная солнечная погода в городе Йошкар-Ула. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ! КОНЕЦ! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ! КОНЕЦ! Слушайте, друзья, вы знаете, быть болельщиком не менее интересно, на мой взгляд. Первый. Ирек пока первый. Очень плотная борьба на самом деле. Сейчас один из последних спецучастков. Добрый вечер, да. Три машинки сразу подъехали. Нервничают, нервничают участники. Смотрите, как уже. Прям борется за время. Прям такой напряженочка сейчас. Даже спрашивать пока ничего не будем, я вижу по твоим глазам. Какую музычку слушаешь, Аттём? Какую музычку? Я думал, мы начали и ехали. Так. В этом рампштайне пришлось включить. Я смотрю, глаза такие все сидят, подъезжают. Я сидел, как он обогнал. Я на третьем стартовал, за мной Муравьев. У нас 57 секунд. Ну. Я вчера же ему привозил на каждом суд по минуте. Я ебал в этом темпе. Последняя сумма 2 минуты. 2 минуты, считай, за 40 километров. Хрен повезешь, блин. Ну да. Я тебе сейчас покажу, короче. Отсюда, грубо говоря, поехали, гонали. Вот там вот у нас. Ага. Вот он, Супермен. Ты скоро будешь обгонять это самое, в суперспорте всех, да? Там ребята застряли, вытаскивают две машинки. Ну, вернее, одна застряла, прям хорошенечко, татарская, зеленая. Три остановились, помогают. Да, выдернули, приехали. А кто кого выдернул-то в итоге? Там зеленые сидели? На зеленом X3, да? Таи. А? Таи? Таи. И вы их выдергивали? Да. Мы же добрые люди. Надо помогать людям, делать добро. Слушай, а как на X3 выдергивать? А, у вас есть тут петля, да? Да, мы подрабатываем здесь просто. Ну, вот по лесу ездим и как бы по 300 рублей с экипажем дергаем всех. Ну, здесь все вдергаем, вот. Дергаем, вот. Дергаем, дергаем, дергаем. А потом выдергиваем. А потом, да. Вдруг зачтется. Вот такой способ, да? Сначала выдернуть, а потом выдернуть. И сами думайте, что это значит. Мы находимся сейчас на финише спецучастка заключительного этого второго этапа канат X-Race. Жара, солнце, мороженое совсем кстати. А вот и Сергей Карякин тоже финишировал. Вроде все получилось на этот раз, да? Да, аккуратненько доехали. Ремень перегревается, мотор тоже. Подсохли чуть-чуть. Хочется получить удовольствие, а выбирается, как возможно, где их ехать. Сегодня воды, конечно. Все хорошо, спасибо организаторам. Мы все в порядке, то есть мы проехали сегодня. Сейчас все без происшествий. Наверное, так ты не отбоишься? Отбоишься, нормально, отлично, можно уже на дискотеку. Да. Здесь все так одеты, как бы только музычку включили. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok